Алан Милн Королевский бутерброд Король Его Величество Просил Ее Величество Чтобы Ее Величество Спросило у Молошницы Нельзя доставить масло на завтрак королю Придворная Молошница сказала Разумеется, схожу-скажу к корове Покуда я не сплю Придворная Молошница пошла к своей корове И говорит к корове, лежащей на полу Просили их Величество Известное количество отборнейшего масла Доставить к их столу Ленивая корова Ответила с просонья Скажите их Величеством Что нынче очень Многие Двуногие Безрогие Предпочитают Мармелад А также По стилу Придворная Молошница сказала Вы подумайте И тут же королеве Представила доклад Сто раз прошу прощения За это предложение Но если вы намажете На тонкий ломтик хлеба Фруктовый мармелад Король Его Величество Наверное будет рад Тот час же королева Пошла к его величеству И будто между прочим Сказала Не в попад Ах да Мой друг По поводу Обещанного масла Хотите ли попробовать На завтрак Мармелад Король ответил Глупости Король сказал О боже мой Король вздохнул О господи И снова лег в кровать Еще никто Никто Меня на этом свете Не назвал капризным Просил я только Масло На завтрак Мне подать На это королева Сказала Ну конечно И тут же приказала Молошницу позвать Придворная молошница Сказала Ну конечно И тут же побежала В коровий хлев опять Придворная корова Сказала В чем уже дело Я ничего дурного Сказать вам Не хотела Возьмите просто Кваши И молока Для каши И сливочного Масла Могу вам тоже дать Придворная молошница Сказала Благодарствуйте И масло на поносе Послала королю Король Воскликнул Масло Прекраснейшее Масло Отличнейшее Масло Я так его люблю Еще никто Сказал И вылез Из кровати Никто Никто Сказал Он Спускаясь Низ По халате Никто Никто Сказал Он Намылив Руки Мылом Никто Никто Сказал Он Спускаясь По перилам Никто Не скажет Будто Я Тиран И сумасброд За то Что к чаю Я люблю Хороший Бутерброд Совет Если сразу же начать Лишь пятерки получать Дома не привыкнут скоро И не будут замечать Потому Мозги включи Пару-двой получи Мама будет возмущаться Но не спорь А получи А потом уже опять Получить ты можешь пять Мама станет непременно Целовать И обнимать На нее тайком для ней И стони Сиди Стони Намекай пятерки эти Ох Нелегкие они Любочка Синенькая юбочка Ленточка в косе Кто не знает Любочку Любу знают все Девочки на праздники Соберутся в круг Как танцует Любочка Лучше всех подруг Кружится и юбочка И ленточка в косе Все глядят на Любочку Радуются все Но если к этой Любочке Вы придете в дом Там вы эту девочку Узнаете с трудом Она кричит еще с порога Объявляет на ходу У меня уроков много Я за хлебом не пойду Едет Любочка в трамвай Она билета не берет Всех локтями раздвигая Пробирается вперед Говорит она Толкаюсь Фу Какая теснота Говорит она Старушке Это детские места Ну садись Дыхает-то Синенькая юбочка Ленточка в косе Вот какая Любочка Во всей своей красе Случается, что девочки Бывают очень грубыми Хотя не обязательно Они зовутся Любами Я сегодня чуть не плачу Не могу решить задачу Брать на помощь поспешил Но задачу не решил Над задачей мама бьется Но задача не дается Папа иждет мне ответ Но ответа так и нет И сказала мне задача Не надейся на удачу Может кто-то и решит И заботя тебя лишит Но тогда ты как не плачь Не решишь других задач Я твоя задача Значит сам решай свою задачу А задачу не сижу Может все-таки решу Кит и кот В этой сказке нет порядка Что ни слово, то загадка Вот что сказка говорит Жили-были кот и кит Кот огромный, просто страшный Кит был маленький, домашний Кит мяукал Кот пыхтел Кит купаться не хотел Как огня воды боялся Кот всегда над ним смеялся Время так проводит кит Ночью бродит, днем храпит Кот плывет по океану Кит из блюдца ест сметану Ловит кит мышей на суше Кот на море бьет баклуши Кит царапался, кусался Если ж был неравен спор От врагов своих спасался Залезая на забор Добрый кот ни с кем не дрался От врагов уплыть старался Плавниками бьет волну И уходит в глубину Кит любил залезть повыше Ночью песни пел на крыше Позовешь его кис-кис Он охотно спрыгнет вниз Так бы все и продолжалось Без конца, само собой Но развязка приближалась В море вышел китобой Зорко смотрит капитан Видит, в море бьет фонтан Он команду подает Кит по курсу, полный ход Китобой подходит к пушке Пушки это не игрушки Я скажу на чистоту Не завидую киту Мама! Кликнул китобой Отскочивать пушки Что же это? Хвост трубой Ушки на макушке Стоп, машина! Брысь, урод! Эй, полундра! В море кот! Успокойся, что с тобой? Я кричит, не котобой Передайте капитану Я стрелять в кота не стану Поругать я сам готов Тех, кто мучает котов Всем-всем-всем! Держа как лист Телеграмму шлет радист Всем-всем-всем! На нас идет чудо-юдо Рыба-кот Тут какая-то загадка В этой сказке нет порядка Кот обязан жить на суше Сос, спасите наши души! И в ответ на китобазу Вертолет садится сразу В нем ответственные лица Прилетели из столицы Доктора, профессора, медицинская сестра Академик по китам Академик по котам С ними 70 студентов 35 корреспондентов Два редактора с корректором Кинохроника с прожектором Юные натуралисты И другие специалисты Все на палубу спустились Еле-еле разместились Разбирались целый год Кто тут кит? И где тут кот? Обсуждали, не спешили И в конце концов решили В этой сказке нет порядка В ней ошибка, опечатка Кто-то против всяких правил В сказке буквы переставил Переправил Кит на кот Кот на кит, наоборот Ну и навели порядок В сказке больше нет загадок В океан уходит кит Кот на кухне мирно спит Все как надо, все прилично Сказка встала на отлично Всем понятно и ясно Жаль, что кончилась она Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова